Подключаем к нашей беседе Олега Владимировича Жданова, военного эксперта, для того, чтобы обсудить все, что мы сейчас увидели на экране более детально. Олег Владимирович, доброе утро. Рад вас видеть. Доброе утро. Олег Владимирович, ну, на самом-то деле, хочется вас спросить в том числе о вот этой мобилизации, которая проходит не только в самой России, но и на временно оккупированных наших территориях. Скажите, насколько вы оцениваете шансы, во-первых, собрать российскую группировку в каком-то количестве в ближайшее время, и куда она может быть направлена? Думаю, что в ближайшее время будет довольно большая проблема. Они могут сходу набрать где-то 1100, не больше. Для этого понадобится, может быть, месяц, может быть, больше. Почему? Потому что мобилизационная система, построенная в Российской Федерации, на сегодняшний день способна перерабатывать где-то порядка 130 тысяч раз в полгода. Вот призыв. Посмотрите на численность призыва. Это то, сколько они могут пропустить через себя. Но призыв длится два месяца, а не неделю и не 10 дней. И они будут пытаться... Кстати, есть уже информация, люди же сбрасывают в социальные сети, что первые партии, которые формируются, их уже готовят к отправке на фронт. Дело в том, что необходим личный состав. Необходимо... Ну, они, конечно же, по качеству как пушечное мясо, но вообще ими будут сейчас, будут затыкать дыры на всей линии фронта. И на правом берегу Днепра, и на Харьковщине, и на Луганщине, и на Донецчине. Почему? Потому что там есть части и подразделения, у которых осталось порядка 30% личного состава. Олег Владимирович, ну вот, например, Владимир Зеленский сказал, что если Путин таки проведет референдумы и попытается огласить их результаты и тем самым аннексировать территорию Украины по внутреннему российскому законодательству, то переговоры перестанут быть возможными. Скажите, на что тогда рассчитывает Путин? Ведь последние месяцы он все-таки делает, что склоняет то через Эрдоган, а то еще через какие-то другие каналы коммуникации украинскую официальную сторону к переговорам. А на что он тогда рассчитывает? Я думаю, что тогда будет разыгрываться карта ядерного оружия. Почему? Потому что если эта эскалация... Смотрите, эта эскалация носит две задачи. Вот у вас в сюжете все было правильно сказано экспертами. Первая задача – это эскалировать конфликт с самим фактом объявления мобилизации, с принуждением Запада к переговорам. И второй фактор – это спасти фронт. Он хочет любой ценой спасти фронт. Ему неважно. Он понимает, что потерь будет очень много, поэтому они, по данным некоторых разведсообществ западных, они все-таки будут призывать миллион. Там миллион двести тысяч. Я так понимаю, на четыре волны рассчитано. По триста тысяч. Но это будет, знаете, как в 1941 году, просто закидать телами. Просто посадить кучу народа в окопы для того, чтобы мы не могли наступать. А вообще это призыв. Если же этот призыв не сработает, эта эскалация, значит, я думаю, что будет разыгрываться карта нанесения ядерного удара. Угрозы нанесения ядерного удара. И в каком виде, по-вашему, она будет разыгрываться? Как это будет происходить? Потому что, если честно, очень сложно себе представить вот этот апокалипсис. Ну да, заявил раз, заявил два. То есть сколько можно дальше будет заявлять и говорить, нет-нет, вот это точно не блеф. А вот это точно не блеф. Нет, ну смотрите, это будет не так. Это будет уже с привлечением практических действий. Помните, в марте месяце, когда он приводил силы, ракетные войска стратегического назначения, в особый режим. Ну, тогда неправильно, в режим боевого дежурства. Вот будет то же самое. Он будет отдавать приказы, где-то, возможно, будут выходить на полигоны или в оперативные районы пусковые установки, например, этих самых комплексов Тополь-М. И он будет водить вот эти полки по нескошенным травам, образно говоря, разворачивая их то там, то здесь. Ну, без доставки, допустим, ядерного оружия. Показывая их готовность к его применению. Я думаю, что без этого не обойдется. Потому что по-другому Путина уже никто не воспринимает серьезно. Какой, по-вашему, будет реакция наших партнеров? Вот и Салливан, и Блинкин заявили о том, что катастрофический будет ответ, да? Катастрофический. То есть мы в курсе, мы знаем, для России это будет началом конца. Как вы думаете, что имеется в виду под катастрофическим ответом и какими будут их решения? Ну, ответ будет жестким. Во-первых, я так понимаю, что Джо Байден занимает теперь такую же примерно оппозицию, как когда-то занимал Кеннеди, когда был Карибский кризис. То есть Запад четко дает сигнал России, что будет ответный удар. И это первое. И второе, я напомню еще слова Бориса Джонсона и, кстати, того же Джо Байдена, что может быть нанесен превентивный удар обычным оружием для того, чтобы предотвратить применение ядерного оружия. Они четко знают места хранения всех ядерных боезарядов, потому что это верифицировалось согласно договору о нераспространении ядерного вооружения. И если только будут разговоры или будет попытка, допустим, вывести ядерный боезаряд с места хранения, вполне возможен вариант нанесения превентивного удара обычным оружием для того, чтобы это не допустить. Такие возможности у Соединенных Штатов есть. Кстати, позавчерашний демонстрационный полет всех трех самолетов разведчиков дальнего радиолокационного обнаружения, которые именно создавались для раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Вот этот демонстрационный полет говорит о серьезности намерений, что Запад четко следит за каждой пусковой установкой на территории Российской Федерации. Это баллистические ракеты, а тактическое ядерное оружие, его точно так же можно отследить? Конечно. Даже артиллерийский снаряд в ядерном снаряжении имеет радиоактивный шлейф, и его можно отследить. Там контейнер 152-мм снаряда начинает где-то около 400 килограмм весить. То есть это не ящик с боеприпасом, который можно кинуть в легковую машину и тихонько провести. Нет. И это раз. И второе, места хранения просматриваются, начиная от агентурной разведки, заканчивая космической. И любой такой транспорт будет... Ну, это будет известно. Я, кстати, напомню, помните, в начале лета, по-моему, или в конце весны генерал Буданов, наш начальник главного управления разведки, говорил, что наша осведомленность такова, что через пять минут после совещания в Кремле мы знаем примерно содержание, о чем говорилось. Да, Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, если мы говорим про ядерный удар, давайте будем реалистами, если Путин решится нанести тактический ядерный удар, как это поменяет ход войны и по каким объектам он реально может попытаться ударить для того, чтобы, понятно, знаете, сделать хорошую мину при плохой игре, вроде как и, наверное, не нанести каких-то гражданских разрушений, хотя непонятно, как это... Хотя очень сомнительная история, видя, как он разрушается. Да, но и в то же время действительно запустить этот маховик. Есть ли такое, конечно, возможно? Вот ваша оценка. И что произойдет на следующий день? Смотрите, теоретически такое возможно, да. Единственное, что тактический ядерный удар, если мы говорим о минимальном заряде, это артиллерийский снаряд, то зона безопасного удаления своих войск от эпицентра, это 15 километров. Он предназначен был для пробития бреши либо в глубокой эшелонированной обороне, либо для уничтожения войск в районах сосредоточения. У нас районов сосредоточения нет. Мы воюем совсем по-другому. Не имеет смысла кидать там на батальон, допустим, такой боеприпас, если только сам факт его применения. Вот. Если же говорить об инфраструктуре, то, допустим, для здания реактора этот снаряд, оно выдержит такой удар. Оно рассчитывалось на такие удары, когда конструировалось. Объект инфраструктуры, да, разрушить можно. Будет зона сплошного разрушения. Радиоактивное заражение в этом случае минимальное. Это будет просто как эффект грязной бомбы. И это подлежит рекультивации. Но реакция Запада, на мой взгляд, будет просто молниеносной. Начиная от того, что Россию могут, ну не могут, а скорее всего окончательно отключат от SWIFT и заморозят им выплаты. Плюс санкции экономического характера по разрыве торговых отношений с Российской Федерацией. Вот это, я думаю, будет включено в ближайшие несколько дней после факта применения. Олег Владимирович, но, честно говоря, при всем осознании важности системы SWIFT, как бы ядерное разрушение на радиусе 15 километров как-то несопоставимо, как вы думаете? А если они в малом, действительно, количестве могут нанести тактический ядерный удар, как вы сказали, действительно, из минного оружия, да, то, простите, да, из снарядов, то каким будет ответ тогда? Смотрите, я же упустил еще самую главную военную составляющую, потому что может быть нанесен ответный удар, а быть в обычном снаряжении по центру принятия, как говорили в Белом доме, по центру принятия решений. То есть они примерно более-менее точно знают местонахождение Путина. Почему не ударить теми же томогавками по месту его нахождения, как они ему это и обещали. И либо по другим, допустим, центрам принятия решений. По той же Москве, по тому же крупным городам или по военным объектам, ну не по базам хранения, конечно, ядерного вооружения, но по сосредоточению войск на территории России вполне возможно. То есть важный момент, Олег Владимирович, вы сказали, у нас нету никаких пунктов сосредоточения наших войск, по которым могут выбрать целью в Кремле. Правильно я вас понимаю? То есть это никак не изменит ход войны? На войну это не повлияет, потому что мы не собираемся в таких количествах для того, чтобы было целесообразно наносить ядерный удар. Если только в качестве демонстрации, ну тогда будет ответка. Военная ответка, а потом экономическая ответка. Олег Владимирович, резюмируя ядерные удары, то есть можно сделать такой вывод, что для России то, чем она шантажирует весь мир ядерное оружие, гораздо страшнее и хуже, чем для тех, кого она им шантажирует. Да, вы абсолютно правы. Это может привести просто к одномоментному обрушению экономического состояния Российской Федерации. Ну и плюс такой удар, да, может вызвать социальный взрыв. Вот они сейчас, у них котел закипает, связанно с мобилизацией. И это может стать последней каплей в чашу терпения социума в Российской Федерации. Спасибо вам большое. Олег Владимирович Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...